Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы сейчас продолжим разговор о книге пророка Амуса и обратимся к второй главе этой книги. Собственно говоря, граница между первыми и вторыми главами чисто техническая, а по сути в начале второй главы продолжаются те же обличения, которые составляли первую главу в той же самой поэтической форме, как вы помните. В первой главе тоже говорится, так говорит Господь за три преступления Моава. Во второй главе за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомскому в известь и пошлю огонь на Моава. Смотрите, здесь речь идет опять о варварстве, о бесчеловечности, о том, что живьем сожгли некоего царя, так что кости его были пережены в известь. Причем, обратите внимание, речь идет о царе Едомском, который несколькими строками выше в предыдущей главе сам тоже подвергся такому же обличению от Бога за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брат своего мечом, подавил чувство радства, так и здесь. А Моав обличается за то, что он пережег кости царя Едомского. То есть дело не в том, что царь Едомский какой-то особо хороший, белый и пушистый. Он такой же бесчеловечный варвар, как и все остальные, но даже и к бесчеловечному варвару недопустимо варварское отношение. Итак, во второй главе этот ряд обличений продолжается, где пророк говорит о том, что за преступления против человечности, против самой простой гуманности, за жестокость, за варварство Бог отвергает сильные народы и не пощадит их. Это не может быть ничем, как сказать, искуплено, наверное, заглажено вот эта вина в жестокости, в бесчеловечности, в варварстве. Но есть еще один важный очень аспект. Дело в том, что, как мы видим, число этих пророчеств, следующих одно за другим, все нарастает. И первое о Дамаске, второе о Газе, третье о Тире, четвертое о Эдоме, пятое о Амонитянах, шестое о Моавитянах. И слушатель понимает, что для полноты картины их должно быть семь, потому что, ну, семь – такое число, которое символизирует полноту. В общем, загибая на пальцах, считая окрестные народы, Дамаск, Газа, Тир, Едом, ОМОН, Моав, кто будет седьмым? Будут ли это египтяне, которые иногда, как огненный поток, проносились по Палестине, отправляясь на войну к хеттам и ассирийцам? Будут ли это ассирийцы, которые уже начинают наступление с севера и тоже, в общем, жестоко и бесчеловечно подвергают каре, подвергают насилию все живущие на Ближнем Востоке народы? Кто будет седьмым? Вот очень важный вопрос, потому что понятно, что уже структура того, что говорит пророк, понятно, Бог не пощадит вот такой-то народ за такие-то преступления против человечности. Хорошо, все понятно, кто последний, кто будет седьмым. И, вероятно, все думают, ну, наверное, либо Египет, либо ассур, кто-то из них. И это ведь, понимаете, полусамостоятельное государство, где всегда есть шпионы, что фараонов египетских, что фараонов ассирийских. И для пророка отнюдь не так безопасно говорить об этом. Это вообще может быть сочтено подстрекательством к каким-то политическим действиям против тех или иных держав. В общем, серьезный вопрос. Кого пророк назовет следующим? И, знаете, еще, наверное, важно, что все расслабились, слушающие пророка. Он же вот говорит об этих народах и говорит о таких чудовищных преступлениях, действительно чудовищных зверствах в сущности. И слушающие его в Иерусалиме полагают, что, ну, вот, может быть, следующим будет Египет с его зверствами, или Ассирия с ее зверствами. Ну, вот. А мы такие молодцы, отличники, можно сказать, боевой политической подготовки, потому что, ну, мы-то такого не совершаем. И вот, наконец, завершив ряд из шести пророчеств, так говорит Господь, за три преступления Муава и за четыре не поищу его, он говорит о следующем. И вот здесь наступает некоторый шокирующий поворот в его проповеди. Он обращается к стоящим перед ним людям, которые уже готовы «Ура!» кричать про то, как Бог не пощадит Египет. И он говорит им за три преступления «Иуды из-за четыре не пощажу его». И это, конечно, не могло не вызвать крайнего возмущения. В ярость просто впали слушающие, как нас, народ Божий, мы народ богоносец, нас поставили в один ряд с этими варварскими, жестокими, гнусными, язычниками. Во-первых, мы народ Бога, мы потомки Иуды, мы потомки Израиля, нас нельзя в этот ряд ставить. А пророк гнет свою линию, он говорит, нет, нравственные требования, которые предъявляются к людям, предъявляются ко всем, в том числе и к народу Божьему. И то, что это Иуда, и то, что это Израиль, не меняет суть и дело. Форма пророчества та же самая. За три преступления Иуды, за четыре не пощажу его, и дальше за три преступления Израиля, и за четыре не пощажу его. Нравственные требования предъявляются ко всем, в том числе и к избранному народу. Это очень важная вещь на самом деле, потому что пророки, Амос в том числе, говорит о том, что да хоть ты будь десять раз избранный, не такой, как все, особенный, и знаешь тайны, боговеденья, и прочее, прочее, но нравственные требования к тебе предъявляются, так же, как ко всем остальным, и даже большим. Вообще, говорят, великое и важное откровение, которое в то столетие, в восьмом веке Дрожаства Христова, в то столетие, Бог дает отнюдь не только Амосу, но и Осии, и Исаии Иерусалимскому, что заслуживает, конечно, специального, отдельного разговора, откровение о том, что Богу нужна правда в человеческой жизни, правда соблюдения нравственных норм, больше, чем культ, больше, чем всякие религиозные действия, которые могут вообще не иметь в глазах Божьих никакой ценности. И вот, смотрите, он говорит, за три преступления Иуда, за четыре не пощажу его, потому что они отвергли закон Господень, и идолы их, вслед которых ходили отцы, их совратили с пути, постановления его не сохранили. Значит, Бог через пророка обличает иудеев, ну, собственно, тогда еще, хотя царства и разделены, но, тем не менее, четкой границы между изолитянами и иудеями еще, конечно, нету. Вот за предательство закона Божьего, за то, что идолы совратили их с пути. Вот всяческое идолопоклонство, вся вот эта вот языческая, магическая история, которая, конечно, присутствует в той или иной форме практически в любой человеческой религиозности, вот это оказывается виной, которая тоже взывает к Богу о наказании. И самое, может быть, главное, это вот шестой-седьмой стихи, обращаясь к тому же самому, тогда еще единому избранному народу, Бог через пророку говорит, за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают, на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И так далее. Речь идет таким образом о том, что в избранном народе, ну, мы теперь говорим в таких случаях о социальной справедливости, вот Бог видит в своем народе отсутствие этой самой социальной справедливости, отсутствие милосердия, которое выражается не в том, что кого-то жгут живьем или стирают в порошок, а в том, что бедного продают за пару сандалий, продают в рабство для того, чтобы получить какой-то копеечный доход, продают за серебро дело правых, в суде имеется в виду, то есть дальше Господь будет не раз говорить еще через пророка Амуса именно об этом, о том, что вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. Значит, собственно, высокопоставленные люди, как в северном израильском царстве, так, по-видимому, и в южном иудейском царстве, вот, берут подношение и взятки, в данном случае, вином, и пьют его в доме богов своих, соединяя одновременно предательство завета, предательство веры единого бога и вот эту вот социальную бесчеловечность, когда жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Вот, когда люди более сильные в социальном отношении, богатые, обладающие какой-то властью или компаниями приспешников, ну, потому что, с современной точки зрения, любой знатный человек того времени в сущности может считаться просто лидером шайки, когда ходит за ним с кинжалами, вот, собственно, и вся сила социальная, и поэтому такой сильный, богатый человек может отнять деньги, отнять пищу, отнять землю, отнять все, что угодно, у кого угодно. Вот, что, собственно, значит, продают правого за серебро, когда приходят к судьям жаловаться на вот таких вот сильных мира сего, а судьи получают серебро и рассудят поэтому в пользу сильного, а не в пользу правого. Вот, собственно, эта социальная несправедливость и становится тем предательством бога и тем преступлением, которое, оказывается, невозможно не заметить. Бог не может этого не заметить, и это само по себе важное откровение, потому что это потом, может быть, сейчас люди будут говорить, что, ну, мы не знаем, ну, как же так, вот у нас такая жизнь трудная и так много несправедливости, а куда бог смотрит. А в те времена важным откровением был сам факт того, что бог смотрит, бог это видит, бог это видит, и он не на стороне сильных. Тоже ведь поразительная, важнейшая вещь. Бог здесь не на стороне сильных, а на стороне правых, на стороне слабых, бедных. Чего, конечно, никто не мог предположить. Ну, то есть, могли, конечно, но они очень не хотели. Как так? Как так может быть? Бог на стороне слабых. А что тогда делать сильным? Что им? Перестать быть сильными? Перестать извращать путь кротких? Вот что делать? Как вообще может ли быть разрешена эта коллизия, когда выясняется, что бог на стороне бедных и на стороне слабых? Ну, и само собой разумеется, что это, конечно, очень важное провозвестие евангельской истины. Господь говорит через пророка в этой главе еще, пожалуй, две важные по-настоящему вещи. Господь говорит, смотрите, вот с 9 по 10 стихи о том, что «Я вас привел в эту землю, я вас вывел из Египта для того, чтобы вы могли жить, чтобы эта земля стала вашей. Я истребил перед лицом их амареев, вас же я вывел из земли египетской, чтобы вам наследовать землю амарейскую. Из сыновей ваших юношей избирал пророки, из сыновей ваших в Назарее. Не так ли, говорит Господь? Значит, пророк обращается к его слушателям, к своим слушателям и говорит о том, что вот, вы тоже преступники перед Богом, как все те народы. И преступление ваше в том, что в этом народе среди вас процветает несправедливость, обман и насилие в общем, в социальных отношениях. А вы, говорит Бог, для меня важнее в сущности, чем остальные. Если так можно выразиться. В отличие от всех перечисленных ранее народов, вас я веду своей рукою. Я даю вам пророков, сыновей ваших, юношей ваших в Назарее, чтобы вы могли слышать правду Божью, чтобы у вас была возможность ей последовать. А вы их поите вином и затыкаете им рот. Вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали не пророчествуйте. Тем самым, вот, за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его. И вторая, чрезвычайно важная вещь в самых последних стихах главы с 13 по 16. Господь говорит, вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная стопами. По-видимому, это, знаете, какой-то такой сложный образ, который видит пророк и все время пытаются его поэтически, по-разному сформулировать. Он говорит о том, что вот Бог наступает, Бог приближается, так, что никуда от этого не денешься, как колесница, груженная стопами, придавит, и ты не вырвешься, и у проворного не станет силы бежать, и сидящий на коне не спасет свои жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день. Значит, Бог говорит о том, что наступит некоторый день, и пророк об этом свидетельствует, когда с неотвратимостью гнев Божий настигнет неправедного. С неотвратимостью, причем речь идет не о личностях, а о целом народе, народе, который живет вот в этой неправде, в этом насилии, как политическом, так и социальном, и экономическом. И здесь еще вовсе нет разговора о рамках и нормах индивидуальной ответственности каждого. Нет. Бог говорит о том, что вот это посещение Бога в день тот, оно настигнет каждого. И вот появляется, собственно, в самом последнем стихе главы вот это выражение «тот день». По-видимому, оно в эту эпоху может быть и впрямь, начиная с Амуса, постепенно становится таким образом и идиоматическим выражением, которое обозначает время посещения Бога, время, когда Бог приблизился к жизни народа. А жизнь народа при этом оказывается такова, что она в близости Божьей существовать не может. Как понимаете, если у вас на столе лежит гора пороху и вы подносите к ней спичку близко, не может так быть, чтобы эта гора пороха не взорвалась. Если это будет гора Ладана и вы поднесете к ней спичку, ну, может быть, будет приятное благоухание. Но если эта гора пороха, она может только взорваться, вот такая логика дня Господня у Амуса. Вот такова жизнь, таковы преступления Израиля. Вот продают правого за серебро и бедного за пару сандалий, но наступает день, когда Бог приближается. И вот эта исполненная несправедливостью и жестокостью жизнь, она не может не взорваться, не сгореть и не рухнуть от приближения Божьего, просто потому, что по-другому быть не может. не 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 не